Детский сад Вот эта вот дорога, которую хотят перекрывать, она на протяжении 25 лет была внутриквартальной дорогой, и ею пользовались жители и Бондаренко-15, и соседних домов Вильямса-20, Бондаренко-11 и даже Бондаренко-9, а тоже Хворостухина-2. Это действительно важная и нужная дорога. Ну, власти утверждают, что по нормативам они не могут оставить эту дорогу, ибо не хватает территории для обустройства детского сада. Вопрос, конечно, интересный. Дело в том, что раньше в этом детском саду находились 250 человек, сейчас он рассчитан на 190-195 детишек. Планируется, насколько мне известно, 4 группы ясельного возраста и 7 групп для детей постарше, ну, дошкольного возраста. Но нормативы Санпина, в общем-то, как мы посмотрели, увеличены не были. По прогулкам, для прогулок ребят на территории детского сада, как он был, 9 квадратных метров на ребенка, взрослой группы и 7,2 для детей ясельного возраста, так он и остался. Почему все-таки возникла необходимость расширения границ детского сада, 22, до конца, тем не менее, не понятно. Жители обращались о своей проблеме в разные инстанции. И, наконец, на их обращение откликнулась администрация Тулы. По поручению главы администрации на место выехал его заместитель Сергей Легай. В ходе его общения с жителями выяснилось, что их права не нарушаются, дорога не значится в кадастровом учете. Но внести коррективы в проект строительства детского сада все же придется, ведь без парковки жителей оставлять нельзя. Мы им показали, как зарегистрированы земельные участки на кадастровом учете. И они поняли, что здесь нарушений их прав в части территориальной принадлежности нет. Мы строим вот этот детский садик на 190 мест, который будет сдаваться в первом полугодии. Значит, здесь предусмотрены площадки для детей нормативные. И мы объяснили людям, что мы ничью территорию не занимаем. Конечно, ситуация со стоянками для машин, она типична не только для этого дома, это вообще ситуация по городу Туле. Поэтому и принято в прошлом году региональные нормы обеспеченности. Мы нашли компромиссы, мы посмотрим, как немножко скорректировать проект, чтобы сохранить возможность размещения стояночных мест на их территории. Таким образом, внутриквартальная дорога все же будет перекрыта, но парковка около дома должна сохраниться. По словам Сергея Легая, конфликт исчерпан. Но вот у самих жителей восторга нет. Они переживают, что на парковке будет скапливаться большое количество машин, которые будут мешать подъезду спецслужб. Евгения Леднева, Сергей Фоночкин, Телетула.